Мы считаем, что ситуация очень серьезная. Настолько серьезная, что мы можем увидеть распад России, как в свое время распад СССР после падения Берлинской стены. Еще до войны Россия шла к упадку. Нынешний режим был обречен. Он был обречен еще до 24 февраля. Обречен по причине демографии. В России демографический упадок. Он был обречен по причине экономики. Экономическая структура России, она уже превратилась в страну третьего мира и на пути превращения в страну четвертого мира, которая живет одной добычей сырья, руды, энергоносителей, вырубки леса. Имперское перенапряжение сгубило Россию. Вместо конструктивных идей построения нации всеобщего благосостояния либо создания сильной экономической державы, Путин выбрал наиболее глупый сценарий. Решил в 21 веке пройтись по стопам собирателей земель. Не видим в этом ничего удивительного. Фетишем для него выступает Екатерининская эпоха, связанная с захватом и колонизацией украинских территорий. Брюполь – известный очень древний, можно сказать, русский город. Петр I там еще основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал. Потом и Суворов там совершал свои степные походы. Екатерина II обустраивала эти земли. Однако вторжение в Украину обернулось огромной геополитической и военной катастрофой. Лучше убейте меня. Но я не буду обманывать. Я должен честно сказать, Россия стоит на грани катастрофы. Людские потери оккупационной армии перевалили за 265 тысяч военных. В плане военной техники утрачены 4,5 тысячи танков, 8700 боевых бронированных машин и более 500 средств ПВО. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Крайне огромная гекатомба, чтобы реализовать на практике сурковскую идею выпуска пара из российского политического реактора. Поэтому политический труп бывшего серого кардинала все реже всплывает со своими стишками, опасаясь, что в один прекрасный день его физически отправят кормить рыб на дне Москва-реки. Туда, вниз. Грандиозный крах проекта «Новороссия» вынуждает подсанкционную Россию, ставшую изгоем номер один в мире, искать себе утешение в окружении подобных стран. Но истощение внутренних ресурсов уже не позволяет проецировать силу за пределы своей территории. «Мы каждое утро просыпаемся и ждем новостей, что там случилось за ночь в Крыму, в акватории Черного моря, с мостом, а какие еще беспилотники летали над нашими городами. Ну, такая наша новая реальность». Несмотря на попытки зама Шойгу Евкурова по заданию ГРУ консолидировать ресурс российского влияния в Сирии и странах Африки и поглотить обезглавленную бизнес-империю Пригожина, данные телодвижения напоминают терминальные конвульсии. «Матушки мои». Как и в годы советской перестройки, Москву ждет стремительный уход из этих регионов, ибо в скорости военные и наемники будут нужны для подавления смуты внутри самой РФ. «Конечно». Состояние ослабления хорошо считывается ближайшими российскими соседями. Премьер бывшего безусловного сателлита Кремля Армении Пашинян во весь голос заявляет, расчет на Россию и зависимость от нее был стратегической ошибкой. «Конечно, очень многие в Армении и очень много армян, они так задаются вопросом, почему Турция так однозначно поддерживает Азербайджан, а Россия, которая стратегический союзник Армении, не так однозначно поддерживает республику Армения». В Ереване рвут на голове волосы из-за прозрения в российском предательстве, которое связано с переходом на сторону Азербайджана и, соответственно, ведет к полнейшей ликвидации сепаратистского проекта Арцах. «Конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать, согласен с этим, знаю». «И таким странам, которым выпало несчастье быть друзьями России, эти страны сейчас испытывают самую большую угрозу своей государственности вообще». Армения не только не надеется на военную мощь Кремля, но прямо заявляет, что РФ сама просит оружие для удержания позиций на украинском фронте. «Вообще представляете, это даже не уровень, это низ вообще». Армяне как могут мстят Путину, к примеру, запустили процедуру признания полномочий МУС у себя, то есть хотят сделать российского диктатора персона нон-грата. А все по причине реализации на территории Карабаха сценария ухода российских войск и восстановления азербайджанской территориальной целостности. Создается прецедент отката слабой российской имперской машины, которая в скорости повторится в Украине с Крымом и Донбассом. «Это везде прослеживается». А также в Молдове и Грузии с возвратом их проблемных регионов. «Увы, попытка расширить русский мир с помощью оружия в ходе специальной военной операции привела, к сожалению, к тому, что все, кто могут, просто убегают от всего русского, от кириллицы, от общего прошлого». Стонущего путинского имперского корабля мечтает спрыгнуть и белорусский царек Лукашенко. «Как в народе говорят, до свидос». Старый Лис лучше других видит в сериале плачевного статуса Путинщины и ее прожектов. Соответственно, готовится переметнуться на сторону западного лагеря. «Мы будем устраивать свою жизнь сами». Во-первых, договоренности между Минском и Вагнеровцами фактически обнулены, потому в любой момент иностранных наемников могут выкинуть из Беларуси. «Зачем они мне тут нужны? А мне они зачем тут нужны?» Во-вторых, Лукашенко ведет секретные переговоры с ЕС на предмет нормализации отношений. Но пока условия, которые ему выставили, удерживают его от радикальных шагов. Хотя на Батьку огромное давление оказывают его же военные, дающие апокалиптические сценарии в случае попыток Москвы организовать антинатовские провокации с белорусского балкончика. «Мы ж туда только сунемся, а они нас прямо на границе мочканут». В истерике путинские стратеги пытаются найти фантасмагорические модели спасения России в качестве малого партнера Китая, предлагая варианты территориальных уступок Пекину в обмен на оказание политической и военной протекции. «А какую территорию они хотят забрать?» «Сибирь». «Ну и в чем проблема? Пускай забирают». «Что вы?» «А, пускай забирают». Наблюдается уникальный в истории момент, когда верхушка рушащейся империи стремится заработать себе на жизнь путем продажи кусков имперской территории в надежде найти внешнюю опору. «Абсолютно беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности». «Гадство природы, широкий край». «Все загребет Китай». Что ж тут сказать? Так низко Россия еще не падала. Но красных линий в этом более нет. На самом деле Путин разоритель русских земель. Маленькая цифра. Территория Крыма 25,5 тысяч квадратных километров. Так вот только в моем родном Забайкальском крае Путин отдал китайцам долгосрочную аренду 40 тысяч квадратных километров. 4 миллиона гектаров переводим в квадратный километр. То есть полтора Крыма Путин, моей родной земли, Путин отдал китайцам только в Забайкальском крае. А еще огромные куски отданы в Бурятии, в Якутии, в Новосибирской области, в Красноярском крае. Ничего себе преумножатель. CNN со ссылкой на ВСУшников утверждает, что украинские подразделения почти достигли основных российских оборонительных линий на Запорожском направлении. Офицер ВСУ заявил американскому телеканалу, что район между деревнями Работино и Вербовое сейчас самый жаркий.